9 лет назад, когда конкурс проводился впервые, в нем участвовало всего 27 человек. В этом почти в 4 раза больше. То ли фестиваль становится более раскрученным, то ли само чтение возвращается в моду. Вообще очень поражен. Какие тут умелые девочки рассказывают серьезные стихотворения о войне. У некоторых даже происходят какие-то эмоции, слезы. Я вообще прям поражен. Думаю, что я тоже смогу кого-то удивить. Мне безумно нравится слушать, как другие люди рассказывают разные стихотворения. У каждого, ну даже если дать нескольким людям одно и то же какое-то стихотворение, то получится, что каждый расскажет его как-то по-разному. У каждого какие-то ассоциации свои с этим произведением. И, конечно, это безумно интересно, любопытно послушать, как другие воспринимают разные произведения. О, Господи Боже, вернись ты, мой сын. О, Господи Боже, вернись ты живым. Неправда, что умер, не может так быть. Ведь ты ж молодой, тебе еще жить. Мотив участвовать в этом конкурсе у всех был разный. Кому-то надо было исправлять оценку по литературе, а кто-то просто живет творчеством. Я вообще занимаюсь творчеством года два, с тех пор, как поступил в эту гимназию. И на мое счастье у нас в гимназии оказался замечательный руководитель актерского мастерства. Это Шахворосова Лариса Анатольевна. Она гениальный человек, тем более актриса. Поэтому она меня на это сподвигла. Я сначала не хотел очень, но благодаря ней я решился. Первые выступления были в гимназии, они такие себе. Мне не очень нравились самому, и, не знаю, думаю, зрителю так же. А потом я с недолго занимался, а непосредственно на это выступление я попал так же по ее инициативе. Она мне дала это произведение Ексенина. Мы его читаем группой и ездим по конкурсам разным. А тут я взял его сам, выучил за неделю немножко понта. Выучил за неделю, вот рассказал, и я очень доволен. Жюри под председательством режиссера и актера Владимира Лучкина оценивало сценическую речь и культуру участников, артистизм, самобытность исполнения, полноту художественного образа и соответствия материала возрасту конкурсанта. По итогу творческих соревнований лауреатами первой степени стали шесть человек. А гран-при жюри единогласно присудила Максиму Лесину из Зенецовской гимназии номер четыре за чтение отрывка из рассказа Паустовского «Боцман Бакута». Остальные участники не сильно расстроились проигрышу, ведь для большинства из них победа не главное. Во-первых, это практика, опыт, потому что где его еще взять на сцене? Это очень большой опыт. Награждение лучших чтецов состоится на галоконцерте фестиваля ступеней, который пройдет 27 апреля. Дарья Киреева, Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова